здравствуйте дорогие друзья и гости канала меня зовут заяна это канал о вязании заяру сегодня у нас 18 декабря двадцать первого года и это видео я хочу посвятить одной из готовых работ которые я связала несколько месяцев назад предлагаю вам связать такое же изделие вес изделия 272 грамма на размер полный 46 связана из двух видов пряжи и спицами номер 4 а теперь давайте начнем первая пряжа вот такая молочная 525 метров 100 граммах называется она картофель фирензе тифтик 25 процентов мохера 75 процентов акрила цвет к и 855 это первая пряжа и вторая пряжа вот такая бобинка это тоже молочный цвет уходящий такой в желтизну поедочки на пряжи метров миллиметра два три они мерцают на солнце 750 метров 100 граммов в состав входит поедки вискоза и полиамид значит и набирала я на спицы номер три с половиной семьдесят девять петель вот сейчас я вам покажу и вязала резиночкой один на один вот таким образом связана у меня три с половиной сантиметра затем я перешла на извязывание основного узора то есть это лицевая гладь разделила полотно на две части и среднюю петлю вязала лицевой а с двух сторон я делала накиды для увеличения этого полотна то есть эта модель называется летучая мышь вывязывала я вверх дом сейчас вместе с вами измерим тридцать девять сантиметров у меня провязана вверх 39 здесь не очень неудобно измерять в таком положении что потому что все в камеру не помещается затем я вязала два отдельных полотна то есть это первое плечо и второе плечо для того чтобы у меня изделие больше не увеличивалась в ширину в размерах я вязала ровно и делала прибавки таким образом дошла я до верха провязала 2 вместе лицевой и эту одну петельку оставила на левой стороне то есть она идет в эту сторону в левую а по правой стороне и по левой для обработки горловины вязала 3 петельки платочной вязкой затем делала накид и провязывала 2 петельки вместе лицевой с наклоном вправо а по другой стороне я провязывала 3 петельки платочной вязкой накид и 2 петельки вместе с наклоном влево до тех пор пока я не дошла до плеч после того как я дошла до плечевых скосов я сделала ажурные дорожки то есть у меня не хватало 5 сантиметров вот давайте вместе с вами измерим и я вам покажу вот здесь 5 сантиметров длина полотна 53 сантиметра вывязала я вот эти дорожки лицевой глади их 5 то есть две дорожки у меня идут по переду потом по плечу одна дорожка и две дорожки по спинке провязала я так сейчас давайте измерим опять сколько здесь 19 сантиметров то есть 19 сантиметров по лицу и 19 сантиметров по спинке это получается 38 сантиметров затем соединила два полотна вот взяла одну сторону и вторую сторону отдельно соединила два полотна и стала вывязывать то тем же образом то есть две петельки вместе направо накид лицевая накид и две петельки налево для того чтобы у меня полотно стало сужаться к низу и до тех пор я это дело убавки в каждом втором ряду пока не дошла до 70 79 петель затем я перешла на спицы три с половиной и связала резиночку один на один после этого сделала два боковых шва вот по одной стороне полотна и по другой стороне полотна не дошила я 12 сантиметров то есть вы измеряете обхват своей руки в районе где-то локтя или немного повыше так как у вас идет расклешение этого полотна и полотно будет ложиться уже именно в том месте у меня это 12 сантиметров то есть я не дошила 12 сантиметров затем по краю этого полотна я набрала спицами номер три резиночку петельки провязала резиночкой один на один три с половиной сантиметра закрыла 2 вместе лицевой если вы хотите эластичный край вы можете закрыть с накидом или иглой это уже не столь важно вот этот край он не сильно растягивается если вам не нравится такой вырез горловины вы можете сделать его поменьше например не 18 сантиметров и не 19 провязать а 15 сантиметров и посмотреть как это у вас будет ложиться сидеть на данное изделие на вас и я могу порекомендовать вам несколько видов пряжи из которой вы можете связать данное полотно вяжется но очень быстро и легко например картопья на турель там состав входит только мохера там нет шерсть но также можно использовать пряжу ализе ангора gold или ангора gold с добавлением поедок там по моему 410 метров 100 граммов и получается такое красивое легкое струящееся полотно вот посмотрите пожалуйста так это выглядит и сейчас я еще вставлю вам обязательно видео как я вижу эти ажурные дорожки как я их провязываю и в конце вставлю обязательно фотографию как это изделие сидит на мне на сегодня все дорогие мои друзья пока пока до новых встреч вот так это выглядит эта дорожка одна дорожка так снимаем первую кромочную затем эту лицевую которая идет спереди мы ее пропускаем по задней стеночке провязываем вторую петельку удобно на камеру вторую петельку провязали вот вторую петельку мы провязали затем сняли первую лицевую провязали лицевую выйти чтоб она не была перекрещенная затем снимаем ее опять на спицу вот так вот вторую петельку которая на спицы провязываем лицевой провязали вот снимаем эту лицевую которая впереди у нас и тут уже вырисовывается дорожка и провязываем эту лицевую опять лицевой только смотрите чтобы она не была перекрещенной не забывайте ее провязывать так как протяжка будет большая вот провязали вот так это выглядит затем вяжем опять лицевую с левой спицы и эту первую лицевую снимаем вот эту петелечку которую провязали и провязываем эту лицевую первую провязали одели на спицу не перекрутили и ни в коем случае провязали следующую лицевую не провязанную сняли первую лицевую вторую спустили теперь провязали первую лицевую и так до конца ряда да это долго конечно вязать но зато красиво вот так вот до конца ряда мы провязываем это все дело затем три ряда мы вяжем то следующий вот этой дорожке то есть следующий ряд у нас изнаночный потом лицевой там опять изнаночной и получается в четвертом ряду мы провязываем опять дорожку тем самым формируем вот такие дорожки